Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты на календаре 3 июня, четверг. О том, какую погоду ждать впереди, вы узнаете прямо сейчас. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза в отдельных районах сильный с грозой, градом и шквалистым ветром 20-25 метров в секунду. Ветер западный 6,11 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. В горах плюс 2, плюс 7, днем плюс 15, плюс 20, в горах местами 8, плюс 13. В Черкесии ночью сильный дождь, днем кратковременный гроза, ветер западный 6,11 метров в секунду, температура воздуха ночью 11, плюс 13, днем 18-20 градусов тепла. Далее мы расскажем о главных событиях, происходящих в жизни республики. В Карачаевске открылся реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. В нем будет предоставляться весь спектр услуг, необходимых для детей инвалидов. В Карачаево-Черкесии в числе 18 российских регионов выполнило годовые планы по лесовосстановлению, которое проводилось в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Сотрудники Управления наркоконтроля совместно с председателем Общественного совета при МВД посетили реабилитационный центр «Надежда». В Карачаево-Черкесском госуниверситете создана футбольная команда. Студенты участвовали во многих соревнованиях и уже гордятся своими успехами. Тему продолжит Аслан Гирюгов. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева большое внимание уделяется различным видам спорта. Для желающих заниматься футболом создаются различные условия. Сами студенты регулярно участвуют во многих соревнованиях, занимая призовые места. В настоящий момент команда участвует в Ставропольской футбольной лиге. Как отмечает тренер команды Альберт Гугуев, большое внимание уделяется секции по футболу. Это очень радует спортсменов и мотивирует их больше заниматься любимым видом спорта. На данном этапе времени наша команда участвует в Ставропольской футбольной лиге. Наша цель в ближайшее время играть в ассоциацию ученического спортивного клуба в России, представлять наш Карачаево-Черкесский государственный университет. Из лучших футболистов я хотел бы выделить Алиева Руслана, Кичурукова Кемрана, Алиев Руслан. От лица нашей команды хотелось бы поблагодарить Виктора Карачаево-Черкесского государственного университета, Ставропольского университета, Ставропольского университета и Ставропольского университета за большую поддержку спорта и в частности футбола. В ноябре команда принимала участие в матчах межрегионального турнира национальной студенческой лиги, которые проходили в Грозном. Участники команды отмечают, что футбол очень конкурентный вид спорта и что без дисциплины в нем невозможно добиться успеха. У каждого из футболистов есть своя цель, из-за которой они пришли в этот вид спорта. В свою очередь студенты рассказали о том, почему они выбрали именно футбол. При выборе этого университета я знал, что здесь очень активно развивается спорт, в частности футбол, которому уделено очень много времени и средств. Футбол, потому что это командный вид спорта, очень много контактируешь с ребятами, с хорошими ребятами. Вижу, вижу, я надеюсь, что рано или поздно все получится. У нас хорошая команда, крепкая. Я думаю, что это какой-то трамплин для преодоления каких-то там, так скажем, ребятствий на пути уже к становлению профессионального спортсмена. Также спортсмены отметили, что большое внимание всегда уделяется силовым единоборцам. Но чем больше и чаще они будут занимать призовые места, тем больше смогут привлечь новых представителей к другим видам спорта. Аслан Гирюков, Вести, Карачаево, Черкесия, Карачаевск. Далее информационный эфир в 9.00 продолжит выпуск на абазинском языке. А мы встретимся в 9.34. Оставайтесь с нами на канале Россия. Театр кошек Юрия Куклачева с юбилейной программой «Зов джунглей». 7 июня. Черкесск. Дворец культуры. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Ластерика. Удивительное эксклюзивное шоу с 12 июня. В Кисловодском цирке. На манеже пингвины, эквилибристы, кенгуру и легендарный клоун Май. Касса 2, 96, 58. Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о погоде. Редактор субтитров А.Семкин. Временные гроза. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11,13. Днем 18,20 градусов тепла. Озеро Тубанлы-Кел завораживает красотой. И фотографии этого прекрасного природного объекта, расположенного в живописном месте, выигрывают в различных фотоконкурсах. В том числе российского географического общества «Самая красивая страна». По дороге к озеру мы узнали много интересных исторических фактов о Ганачхирском ущелье и дороге, ведущей к ней. Все подробности в репортаже Аллы Динаевой. Живописное Ганачхирское ущелье между Тибирдой и Дамбаем. Монета людей разнообразными пейзажами. И увидевшие эту красоту один раз, обязательно сюда вернется снова. Здесь проходила древняя дорога. Нагромождение этих камней напоминают они и сегодня. Об интересных этих и других исторических фактах поведал нам житель Тибирды Альбек Аджиев. Этот путь, конечно, с незапамятных времен известен был. Со времен великого греческого историка Страбона, когда он описывает эту дорогу торговлю золотым руном. Это вымытое в наших чистых водах. Отсутствие солей благоприятствует мытью шерсти. И поэтому шерсть, добытая здесь, она ценилась на рынках Византии, Турции. Тогда это едино было. А в Греции, поэтому упоминания у историки находят об этом пути. Если взять ближе к нашим временам, то в 1876 году, во время русско-турецкой войны, эта дорога была актуальна, рассказывает Альбек Махмудович. А после победы русских войск над Баталбеем этот путь сыграл большую роль. Но тогда дорога была конновьючная, а необходимо была уже конноколесная. Взялись за постройку Суходольский и Даль. Они начали эту дорогу строить. И практически через 10 лет, на год раньше планированно, дорога была сдана. И князь Голицын, желая придать официальному открытию и приурочить это к названию военно-сухумская дорога, поручил Драгунскому полку перейти через Клухорский перевал. Что было и сделано. И с тех пор дорога получила название военная сухумская дорога. Этот путь в различные времена назывался по-разному. Остатки древней дороги четко видны и сейчас. Кое-где она переключается на уровень современной нынешней дороги. Но этот путь актуальным был всегда. В 1926 году 330 туристов впервые прошли через Гоночхирское ущелье. И этот перевал, что стало началом действия известного 43-го туристического маршрута, который назывался «Через горы к морю» и действовал в советское время. Завершается та древняя дорога с выходом вот на эту точку. Если брать геодезически, то та дорога потихонечку выходила на нет, где сделана вот сейчас нынешняя современная дорога. Во время Великой Отечественной войны немцы планировали воспользоваться этой дорогой. Ну, немножко расширили, приспособили под себя немцы. Но так они и не воспользовались, конечно же, этой дорогой. Были сброшены с перевала Кавказа уже 12 января 43-го года. Не осталось никого, кто бы мог о чем-то мечтать о переходе. А сейчас о Великой Отечественной войне в Гоночхирском ущелье напоминают две опорные стенки у дороги, возведенные в послевоенные годы. Уже военнопленные, в том виде, в котором мы сейчас видим, военнопленные дивизии Эдельвейс, немецкие. В основном это были офицеры, и, надо сказать, к работе своей относились довольно честно. Угол наклона стенки рассчитан по инженерным расчетам. До сих пор ни одного камня из этой опоры не вывалилось. То есть, как видите, прошло уже более 75 лет. Дорога в хорошем состоянии, а точнее ее опорные части. А завершили уже в 50-х годах, начало 50-х годах. Дело в том, что после того, как их немцев первыми обменяли, вернее, отправили отсюда, но до 50-49 года они работали. Далее этот путь ведет к Туманному озеру, а по дороге встречаешь гостей, приехавших из разных уголков страны, чтобы увидеть своими глазами это великолепие. Виды, замечательные виды здесь. Красота гор, рек, озера и лесов не оставляет никого равнодушным. Конечно, очень потрясающие даже, невозможно это описать словами. Мы много фотографируем, но ни одна фотография не передает всю красоту, которую ты видишь, очевидно, своими глазами. Хочется часами просто сидеть, любоваться, замерев, молча. Ну вот, прямо сердце замирает, дыхание тоже учащается. В общем, очень все красиво и здорово. На высоте 1850 метров над уровнем моря расположено озеро Тубан-Лы-Кёль, что в переводе с карачаевского означает «туманное» и часто оправдывает свое название. Вокруг него на вершинах гнездятся седые облака. Но нам повезло, и в этот день небо было чистым, погода чудесная. А с восхитительной природой художники пишут картины, поэты слагают стихи, воспевают красоту Гуначхирского ущелья и в песнях. Аладинаева Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесии, Гуначхирское ущелье. Наша сегодняшняя гостья за последние полгода выиграла три конкурса красоты. Работает она учителем начальных классов. За этот короткий период Танзеля Кипкеева стала мисс Кавказ, мисс Краса России, мисс Европа. Чем было обусловлено решение участвовать в конкурсах красоты? Как ученики относятся к признанной красавице? И какие планы у королевы красоты на будущее? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии Танзеля ответит моей соведущей Белле Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Танзеля. Я благодарю тебя за то, что ты нашла время и пришла сегодня к нам в гости. Ты у нас признанная красавица. Несмотря на то, что ты учитель начальных классов, педагог, за последние полгода ты выиграла аж целых три конкурса красоты. Мисс Кавказ, мисс Европа и мисс Краса России. Естественно, я хочу спросить, как у тебя появилось желание, решение участвовать в этих конкурсах? Кто подтолкнул? Это было твое решение. И еще я знаю, что они проходили в онлайн формате. Вообще я не воспринимаю подобные конкурсы. Моя подружка решила принять участие в данном конкурсе, в конкурсе Мисс Кавказ, но в связи с обстоятельствами ей пришлось отказаться. Ей организационный взнос не могли вернуть. И ей предложили кого-то привлечь в этот конкурс. И она, соответственно, начала обращаться к своим подружкам. Естественно, все мы отказались, но решили решить вопрос по-другому. Кинуть жеребий. Кинули два раза, жеребий попался на меня, как говорится. И я подумала, думаю, да, я даже на второй этап не перейду. Давайте. И этап за этапом. Так вот я до финала. Еще и выиграла? Да. Но что ты делала на этих конкурсах? Вот пела, танцевала, дефилировала, все это снимала на видео, отправляла. Вот как они проходили? Там были определенные этапы. Первый этап – это этап фотографии. То есть нужно было в национальном стиле отправить фотографии. Второй этап уже был конкурс талантов. И третий – викторина. Четвертый – визитная карточка. Пятый конкурс уже был конкурс про свою... Ну, нужно было рассказать про свою республику. Красиво рассказать. Не просто там рассказать, что это Карачаево-Черкесская республика и так далее. И за каждый этап начислялись баллы. То есть ты по баллам выиграла? Да. А эти конкурсы, они отличались друг от друга? Или везде были эти одинаковые задания? Нет, все отличаются друг от друга. Все эти три конкурса, они отличаются. В первом конкурсе пять этапов, во втором – четыре. А в третьем конкурсе вообще три этапа было. Вот три короны ты принесла. Вот я вижу красивые короны. Вот эта самая красивая корона, видимо, самая большая – это какой конкурс? Европейский. Самый сложный, самый важный конкурс? Это европейский был конкурс? Ну, лично для меня конкурс «Мисс Кавказ» наиболее важный. Почему? Вроде здесь все. Ну, просто именно… Конкуренция была большая? Нет. Именно этот конкурс дал мне путь. Первый? Да. Он мне открыл двери, и, соответственно, я уже начала принимать других. Ну, я знаю, что сейчас ты тоже готовишься к какому-то конкурсу. Ну, этот конкурс скоро пройдет. Нам сказали после завершения только оглашать, что это за конкурс и так далее. То есть ты уже вошла во вкус и уже не можешь остановиться? Ну, нет. Нравится? Просто организаторы в первом конкурсе, когда победила, организаторы первого конкурса уже как бы записали меня на второй конкурс. Даже не спросили меня. Это автоматически происходит? Да. А на третий конкурс уже мне предложили. Я согласилась уже. Думаю, раз… Опыт есть. Да. Скажи, пожалуйста, как твои ученики к этому относятся? Они тебя поддерживают? Ну, у меня ученики первоклассники сейчас. Ой, маленькие. Да, уже второй класс перевели. Но они же понимают, что у них учитель конкурс. Они не понимают, они еще маленькие. Их родители меня поддерживают всячески. Им даже приятно. Они ходят гордо. А так дети, они не понимают. Ну, когда говоришь, ну, им родители рассказывали, они не понимали до конца, о чем идет речь. Они до сих пор не понимают. Ну, вырастут, поймут, может. Ну, в любом случае, участие в конкурсах не мешает твоей работе. Наверное, даже помогает. Я желаю тебе успеха дальнейшего и в работе, и в участии в конкурсах. Спасибо тебе. Удачи. Вам спасибо. Бездомные животные в России являются огромной проблемой, для решения которой недостаточно одних только усилий зоозащитников. Собаки и кошки бродят по улицам в поисках пропитания и укрытия. И это еще не все беды несчастных четвероногих. На их пути встречаются живодеры, которые их избивают. В них стреляют, и животные оказываются под колесами машин. Но находятся неравнодушные люди, которые спасают их и дают им вторую жизнь. Светлана Шаганова отправилась в госпиталь «Белый клык». И сейчас я передаю ей слово. Доброе утро. Доброе утро. Вот так выглядит госпиталь «Белый клык» среди деревьев, цветов. Здесь очень живописно и комфортно для животных. Госпиталю «Белый клык» два года. Здесь проходят реабилитацию после операции кошки и собаки. У них, как и у людей, своя судьба и зачастую непростая. Эти печальные глаза хотят многое рассказать, но не могут. Добрый доктор Айболит, ветеринар госпиталя Алексей Пешков, вместе с коллегами излечил немало кошек и собак. Ламберт благодарит своих спасителей за подаренную жизнь. Его нашли в Пятигорске на дороге практически без сознания. Собаку переехал грузовик. Доставили в ветеринарную клинику Ставрополя. Сделали все возможное, чтобы ламберт жил. Но, вопреки всем стараниям, лапу пришлось ампутировать. После периода реабилитации собака чувствует себя очень хорошо. Даже поправилась. Видите по ее состоянию, что она возвратилась к жизни, несмотря на то, что им ампутирована нога. Молодец, молодец хороший. Вот этот пес по кличке Бандит пострадал от пули. Шансов на жизнь у него практически не было. У этого животного был задет позвоночный отдел в шейной части. Животное плохо реагировало вообще на раздражители внешние. Но, опять-таки, в нашей клинике он прошел курс первичной реабилитации, такой, когда восстановились общие жизненные функции. А конкретно лечение по стабилизации шейных позвонков он проходил в Ставрополе. Ну, в принципе, общими усилиями животное было возвращено в состояние их жизнеспособности. И в настоящее время активное все живет в белом плыке. А эту собачку нашли в пруду. Дилан лежал в озере и не мог выбраться. У него отказались задние лапки. Собачку обнаружили волонтеры и отправили в клинику. После удачного лечения Дилан переехал в госпиталь. Теперь живет здесь среди добрых людей. К нам в клинику он попал таким с охлаждением. Из речки вытащили его. И совершенно, да, с параличом задних, полным параличом задних конечностей. То есть он двигался только на передних. Специфическая походка. Он переносил центр тяжести на передние ноги. Задние поднимал и ходил на передних. Но очень бодро. Видимо, в таком состоянии он находился достаточно долго, что уже адаптировался к своему клиническому состоянию. В клинике оказано было специфическое для таких заболеваний лечение. Печальная Альма. У нее онкозаболевание. Перенесла пять химиотерапий. Успешно прошла лечение у онковетеринары. Принять на реабилитацию всех собак и кошек просто невозможно. И также здоровых животных госпиталь не принимает. Так как средства на лечение и дальнейшее содержание поступает только от неравнодушных людей, меценатов, спонсоров, которые всячески помогают, кто деньгами, кто кормом. Расходы немалые, поддержка просто необходима. Госпиталь сотрудничает со многими ветеринарными клиниками, которые оказывают квалифицированную помощь братьям нашим меньшим. Находятся и критики, которые считают, что деньги тратятся не по назначению. Но вся отчетность отражена вот в этих чеках. И, как известно, лечение в ветеринарных клиниках не дешевое. А животных много, и каждый нуждается в помощи. В госпитале рядом с собаками живут и кошки. Здесь целый кошкин дом. Мурлыки очень общительны. Тянулись лапками к микрофону и спешили дать интервью. Кошки здоровы, привиты и ищут новых хозяев. Среди них много и породистых. Есть и британцы-веслоухие. Забавные мордашки очень игривы. А вот и голубоглазые малыши. Под их мяуканье уснули ежи. Но любопытным котятам интересно все. Госпиталь «Белый клык» не приют для животных, а, наверное, надежный причал для бездомных и покалеченных. Кто остался на улице или кого-то, просто выбросили люди. Но всем им посчастливилось попасть под надежное крыло «Белого клыка». Светлана Шаганова, Ислам Урумов, Вести Крачаева-Черкесия, из госпиталя «Белый клык». Близятся выходные первой летней недели. А это значит, что жители республики могут распланировать свой досуг. Узнав, что интересного проходит в культурной жизни нашего региона, наш обозреватель Альбина Акурачинова-Кенжева продолжит. Доброе утро, Лена. Доброе утро, телезрители. И вот какие мероприятия ожидают нас в ближайшие дни. Сегодня в библиотеке имени Халимать Байрамуковой пройдет поэтическая акция «Читаем Пушкина на языках народов республики». Завтра состоится благотворительный концерт ансамбля «Эльбрус. Спасибо за спасенные жизни», посвященный медицинским работникам. Гостей концерта ждет яркая танцевальная программа, в которую включены концертные номера из Золотого фонда. В ближайшее время вновь в свои двери распахнет единственный в республике краеведческий музей, пока можно побывать в одном отделе музея природы. И о кино. Любители фантазийного жанра дождались выхода картины «Ассасин. Битва миров» о жестоком боге, которому нужно лишь разрушение. Потеряв сестру, но обретя волшебный доспех, молодой воин Кунгвэнь отправляется в путешествие, чтобы разыскать и отомстить Богу. А любители аниме могут увидеть ленту «Истребитель демонов. Поезд бесконечный». Завершив оздоровительные тренировки в доме бабочки, Танзира и его друзья отправляются выполнять новое задание. На поезде творится что-то неладное. В одночасье там исчезает более 40 человек. Желаю приятного просмотра. На этом у меня все. До встречи. Как не стать жертвой мошенников? Вам позвонили, прислали СМС из банка или госоргана с неизвестного номера. Не торопитесь действовать по инструкциям звонящего. Не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, кем бы они не представлялись. Проверьте информацию, позвонив в организацию. Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. В эфире Радио России. Карачаево-Черкесия. Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны. Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах.